здравствуйте дорогие зрители моего канала подошло время показать вам кое-какие результаты я снимала ролик по обрезке зональной пеларгонии и стелларов вот сейчас хочу вам кое-какие моменты показать результаты поближе вот смотрите это стеллар после обрезки проснулась очень много почек вот буквально из каждого листика вот здесь вот очень много почек проснувшиеся почки и вот эти вот листья большие старенькие теперь вид у кустика какой-то прям несуразный получается что мы делаем мы можем вот эти старые листики вот эти взрослые листики просто убрать они легко убираются без повреждения почки где-то где-то прям вообще легко где-то чуть-чуть нужно будет защипнуть его ну и вот таким образом открывается свет для молодой обрастающей поросли сейчас еще пара листика и вот так вот уже более более-менее вид у кустика что дает нам эта операция кроме того что очень много листвы мы убрали во первых мы убрали листики которые старенькие вот у них есть некоторая деформация пластинок они какие-то немножко были как бы какие-то морщинистые чем это вызвано вот сейчас в интернете очень много разговоров по поводу вирусы не вирусы в общем ну сплошная истерика хочу сказать что вот такая деформация у пиларгонии то никак не связано ни с вирусом не с чем-то каким-то другим заболеванием это наши грехи в агротехнике вот эти пиларгонии как вы знаете они у меня зимовали в теплице и иногда у нас доходил мороз до минус 50 но уж минус 40 было частенько в это время ночные температуры были самая низкая температура это было плюс 4 всего при том что горшки ведь были сырые то есть переохлаждение происходило кроме этого дневная температура могла подняться до плюс 20-25 потому что были солнечные хорошие дни а теплицу открыть для проветривания было невозможно потому что на улице все-таки днем минус 20-25 а в теплице плюс 20-25 то есть это тоже дисбаланс огромный и нельзя было проветрить вот это все и сказывалось на образовании вот таких вот деформированных листочков поэтому если мы вот сейчас удалили после обрезки растения нам скажет только спасибо сейчас будет развиваться красивая ровная какая необходима листва очень хорошо еще видно вот на таком экземпляре это пестролистный экземпляр миссис полок точно также здесь вот какие-то пятнышки листики имеют вот так неправильная окраска это зимняя окраска она слабо выражена пятнистость красивая вот как здесь даже вот какие-то розовые пятна проскальзывают желтая яркая салатовая такая красочка и для того чтобы кустик был более красивый вот эти старенькие все листики можно убрать вот и теперь уже у нас вид более менее приличный то есть сейчас уже можно будет выбрать из вот этих образующихся побегов это следующий вопрос которому плавно переходим раз побегов образуется очень много все подряд их оставлять тоже не стоит можно вот из этого кустика я бы сделала еще раз обрезку вторично то есть теперь я вижу что у нас пробудилась вот эта почка вот этот вот кусочек он уже старый и он как бы мне не очень нравится потому что это старая уже почти одревесневшая полностью ткань и она немножко как бы портит вообще впечатление я тогда вижу что вот здесь пробудился хороший такой крепенький побег молодой поэтому вот эту всю часть я вырежу вот так здесь тоже такая длинная палочка обросшие тоже не очень хорошо поэтому ее я укорочу вот так вот так здесь две почки расположенные в разные стороны это сюда это сюда и здесь я вот так еще раз обрежу вот таким образом еще раз переформировка происходит вот это переформировка вторая уже обрезка может нам простимулировать разбуждение еще от где-то вот из этой области каких-то почек потому что здесь открылась для хорошего освещения вот эта сторона растения здесь вполне возможно через какое-то время дней через десять через пару недель может пробудиться несколько почек то есть даже кустик стал еще более-менее прилично смотреться вот это мы все старенькое убрали ну вот здесь примерно то же самое то есть все точно так же старые листики убираем открывается свет для молодых побегов и они будут лучше развиваться и давать нам хорошие красивые листики уже после хорошего освещения они будут ярко выраженная зона ну и кустик будет соответственно будет очень красивенький так вот следующий вопрос опять же касаемый по нормированию вот смотрите пробудилась очень много почек в центре кустика смотрите теперь нам нужно сделать выбор либо мы оставляем вот эти побеги такие на более старых веточках вот этот вот видите либо мы из основания кустика там где самые нижние почки пробудились выращиваем новые молодые побеги вот здесь выбор за вами дорогие зрители потому что однозначно сказать вот делайте только так а не иначе я точно не могу потому что у меня предпочтение допустим какие-то свои у вас свои смотря для чего кто что делает но в данном случае я сделаю вот так буду рассказывать почему вот этот побег в нем рад маленькие совсем молоденькие почечки вот такие но мне сам побег этот не нравится я его убираю совсем до основания он не нравился мне потому что в нем почки слабее обрезка была в одно время а почки проснулись гораздо позже значит где-то вот в этом побеге какие-то проблемы может быть сосудистой системы потому что почки проснулись гораздо позже вот из-за этого я его убрала теперь вот на этом побеге есть сильный сильно развитый вот такой хороший в росточек а вот здесь вот тоже мне эта часть не нравится я его уберу открывается больше света для серединки теперь вот здесь так вот на этом побеге ну поскольку я хочу из центра получить более молодые вообще все ветки поэтому вот эта часть старая видите они на старых пенечках уже и я ее постараюсь вырезать максимально низко может такая прям как дерево максимально низко убираю вот эти ветки листика расправим и открывается больше света для вот этих молодых росточков вот здесь листик остался один деформированный мне он не нравится кроме того он там на таком побеге и слабо развитыми почками тоже его уберу вот эти старенькие листики вырежу вот так вот ну в итоге опять кустик стал лысым скажут некоторые ну таким образом я даю свет для более молодых веточек и они нам дадут лучшее развитие куста кустики пусть будет веток не так много но зато на них будут хорошие бутоны хорошие цветы вот что касается нормирования так это мы убрали дальше был вопрос по разыбудным пиларгониям как можно ли их обрезать как и формировать я вам рассказывала что один экземпляр разыбудной пиларгонии сорта apple blossom разыбуд я обрезала для формирования более пышного куста и вот с ним происходит вот что давай поближе раз покажем часть лет листиков стала желтеть вот такими пятнами это опять же не говорит о том что это заболевание это говорит о том что кустик стоял вот так вот это северная была сторона вот это южная сторона здесь было более хорошее освещение а здесь освещение было мало это было север поэтому было затенение вот питание для вновь пробуждающихся расточках вот вы видите почки боковые проснулись нужно их как-то растить как-то им вот отсюда фотосинтез идет и питание идет сюда но здесь есть старые листья которые они не работают здесь фотосинтез как бы очень слабый поэтому растение распоряжается своими запасами таким образом она просто перегоняет часть питания вот из этих листиков перегоняет в молодые пробуждающиеся почки вот поэтому это не значит что там чего-то не хватает там какие вот питание или чего-то это просто не хватает света если бы я ежедневно ходила и переворачивала кустик он бы развивался более равномерно вот этой желтизны бы не было ну может быть вот где-то здесь листик в центре кустика который затеняется и был бы желтенький теперь что делать да мы просто оборвем вот эти листики ничего страшного теперь когда я выставлю вот этот кустик на место я его переверну вот этой стороной тем самым старенькие листики убирая открываем хорошо для света вот эти пробуждающиеся молоденькие побеги и все у нас будет опять в порядке но я здесь ничего нормировать не буду за исключением вот этого момента смотрите побег был более слабо развит и он был в центре куста вот эти были доминирующие побеги я их обрезала вот этот стал получать достаточно света и стал выходить опять же наверх поэтому я просто ему сделаю прищипочку прям самую точку роста и все и теперь он выровнялся и все одинаково стало и теперь будем дальше смотреть и как будет нарастать вот из проснувшихся почек побеги дальше уже будем нормировать высоту выравнивать по высоте еще неоднократно придется подойти к этому кустику у слаборослых сортов картина вот такая то есть совсем были коротенькие пенечки оставленные и вот буквально была пара листиков картина так тоже так также нам понятная то есть мы вот эти листики старые убираем вот здесь также видно вот проснувшаяся почечка вот теперь когда ей большой листик мы убрали она будет более интенсивно развиваться потому что питаться нужно фотосинтез нужно производить и эти листья будут побыстрее нарастать вот были пенечки теперь эти пенечки стали обрастать два листика было ну теперь вырастет 1 2 3 4 5 веточек даже 6 там еще в центре 77 веточек даже вырастет так еще один вариант у меня заготовлен это плющелистная пеларгония которую я почти спасала у нее выросла такая длинная длинная ветка вообще такая одинокая это сорт называется пак томми я обрезала тоже очень коротко буквально вот совсем маханьки пенечек оставила и оставляла листья вот какие они есть ничего не убирала вот даже вот такой листик он был немножко еще зелененький теперь этот листик отработал свое отдал все вот здесь пробуждается . вот смотри вот здесь вот фокусируем вот она даже почечка видно ясно теперь мы с чистой совестью можем просто аккуратненько убрать листик легко вот эти листики еще поработают когда эти почки достигнут уже ну порядка пол сантиметра там до сантиметра развернут первый хорошенький листочек можно будет и эти листики убрать вот теперь когда вот так мало листвы с поливом тоже нужно быть очень аккуратным почему здесь одна была такая веточка потому что горшочек был немного под залитой и решивший ее спасать я ее просто срезала и теперь некоторое время вообще не поливаю горшок вот он испаряет все что в нем есть он еще поскольку он не с ней с решил помирать он решил жить значит корневая система там активно нарастает восстанавливается листики работают фотосинтез идет и все будет хорошо вот эти почечки нам дадут новые кустики потом мы их прищипнул сформируем будет все хорошо так дальше когда же нам ждать цветение после такой кардинальной обрезки цветение нам ждать недолго вот опять же слаборослый такой сортик тоже была произведена обрезка все это я вам показывала уже вот образовались побеги есть сорта которые очень быстро начинают цвести видите уже есть два шикарных цветоноса причем даже такое количество листиков закладывается очень хороший зонтик очень хорошая полное соцветие которая даст хорошую шапочку одновременно все будет происходить и на расцветать шапочка и нарастать листики но к сожалению вот с этого сортика мы уже черенков не возьмем потому что ну что здесь брать тут всего два даже как-то вот помельчить это невозможно это сорт у меня безымяжка 3z дает такую рыжую шапку очень красивый сортик сожалению его название настоящего нет но это вот что-то из таких низкорослых таких карликовых сортов пышных кустистых ну ничего больше отсюда не срезать и вот то есть это все еще зависит от сорта как быстро начнет зацветать сорт много сразу о королевах раз у нас такое все вместе все виды герани мы рассматриваем месте вот эту королеву я тоже формировала прямо под камерой в ролике и делала из нее штамбик посмотрите шапочка у нас наросла очень густая то есть после прищипки здесь обязательно вот по два побега на верхушке стала видите бутончиков еще нет но это не заставит себе долго ждать вот здесь какая пышная получилась шапочка очень хорошо по два вот на каждом прям получилось побега новых и они все-таки одновременно развиваются такие молодцы равномерно но зато вот здесь вот у основания и по стволику у нас опять проснулись много побегов конечно если это я дальше делал держу в штамбе естественно мне вот это все нужно просто удалить специально не удаляла чтобы опять это сделать на камеру вот эти вот нижние побеги вот они даже где-то там от корневой системы образуются такой побег если вот так вот его обрезать убрать еще несколько листиков вполне можно использовать на черенок вот эти короткие мне черенки уже не нужны я их просто убираю причем все побеги нормально развитые никакие там не головы и ничего все вот так вот почистили стволик и опять у нас все красиво теперь можно посмотреть наверх вот вот так сверху видите вот эти листики они как бы немножко выбиваются из общей картины вот теперь посмотрим откуда они вот выбивающийся листик вот в его пазухе проснулся побег то есть мы смело можем листик убрать вот у этого листика точно так же вот этот листик выбивается здесь тоже проснулась почка это листики зимние они с более длинными черешками и поэтому чтобы была красивая крона равномерная вот эти листья которые нам не нравятся мы просто общепнем и все немножечко причесали тем самым крона маленько осветлилась будет больше доступа для вот этих вот проснувшихся молодых побегов и все у нас восстановится и будет такое же красивенькая кругленькая центре обязательно точно так же вот эти выбивающиеся листики их просто видно вот и все такая у нас прическа получилась красивенькая штамбик штамбовое деревце вот этот листик не нравится вот так вот вот теперь все более-менее равномерно мусорили гору гору листвы буквально сделали теперь переходим к черенкам был вопрос по поводу черенков как вы их там поливаете вот что хочу сказать 1 пачковые черенки как они себя ведут есть черенки 1 пачковые они немножко упрямые посмотрите какая корневая система вот это уже перевалочка была в 200 граммовый стаканчик корневая система очень хорошая листик рабочий ну немножечко он показывает что там питание какого-то ему ну скорее всего микроэлементов не хватает но это не важно суть теперь вот в чем смотрите как долго он давал почечку это сорта упрямцы не то чтобы сорта это черенки упрямцы вот такую дал сначала корневую систему не было вообще почки вот это явление я вам еще раз покажу вот акас фармур вот хорошие корни хороший лист но почки здесь вот пока не проснулась то есть я этот сорт никуда не дену я его не выброшу он будет стоять и он про потом все равно проснется вот так почечка все равно проснется потому что этот лист рабочий он абсолютно ничем не поврежденный не он весь зеленый без всяких пятен без всяких повреждений лист работает значит там процессы образования точки роста обязательно идут вот еще один точно такой же вариант вот такая хорошая активная жирная корневая система вот белые шикарные корни вот хороший лист и пока ничего нет но обязательно дождемся так теперь есть вот такой вариант примерно когда лист уже дал точку роста отработал я его убрала и вот так начал развиваться новый побег вариант был такой же были хорошие корни один лист он очень долго просыпался теперь вот новенькая растенийцы новенькая точка роста будет задержка вот его брат одного возраста вот этот череночек и вот этот были одинаково посажены но развитие вот видите какая разница в развитии этот уже на бутон вышел уже цвести нужно хочет его уже можно вот немножко прищипнуть чтобы дать развитие для боковых побегов более пушистым он стал а вот это только-только начал развиваться то есть и такое явление тоже может быть здесь мы вот никак не повлияем на эту ситуацию теперь есть вот такое явление это черенки иви гибрида это милфрид роуз это рукоко это оба иви гибрида причем очень похожи они по развитию очень похожи вот это были макушечные череночки то здесь была точка роста нормальная была макушечка и я их укоренила и точки роста очень слабо развиваются но хотя бы они сейчас какое-то показали развитие стебелечек весь целенький ровненький он живой но в то же время я не вижу корней где корни то есть товарищи вот иви гибриды вы вообще как развиваете за счет чего вы живете скорее всего там есть образование какой-то колюс есть какие-то может быть зачатки корневой ткани уже появились потому что точки роста пробудились пока я не вижу корни еще не вышли в стаканчику поэтому я считаю очень важным садить черенки именно в прозрачной емкости для того чтобы отследить образование корневой системы вот подобная стойкость жизнестойкость пример жизнестойкости есть у меня вот такой то есть когда пересаживали всю партию черенков это пак вива каролина мы даже заготовили 200 граммовый стаканчик но не стали пересаживать потому что была совсем вот махонькая махонькая точка роста но ее оставили вот какая корневая система уже даже через дырочку вот здесь вот стаканчики выскакивает корешочки вот видно уже то есть вот такой растеницы уже можно пересадить перевалить то есть вот в такой стаканчик это растеница выжила теперь вот это растение также был заготовлен стаканчик но видите отличие в чем вот здесь вот яркая зелень а вот здесь вот такая темная зелень теперь аккуратненько вытаскивать здесь уже все то есть это точно не возродится к жизни то есть это уже утиль это брак вот еще один пример вроде бы листик живой здоровый вот но аккуратненько его потянем и точно также чернота появилась то есть уже ждать ничего не придется причем я ориентируюсь на вот этот листик смотрите если здесь листик красивый такой ярко-зеленый а здесь он уже такой с каким-то сероватым налетом то есть эти ткани живут только сами за счет себя корневого питания никакого нет а здесь вот хорошее питание то есть по внешнему виду можно сориентироваться и здесь сам лист он как бы вырос ну то есть вот этот размер листика и этот размер листика этот вариант вот такой неудачный вот подобный вариант вроде бы как бы неудачный но если его потянуть он не вытаскивается то есть здесь где-то уже началось корнеобразования хотя не видно его и кроме этого здесь вот сфокусируемся вот здесь вот маленькая точка роста появилась вот она вот четко видно что точка роста есть все хорошо видно вот значит подождем еще какое-то время и корешочки увидится ну либо до конца загнется этот черенок то есть вот такие вот варианты это кстати пак виво каролина но почему-то у меня с этим сортом вот такие особенности происходят очень дорогой за нартик лара инвой мое осеннее приобретение я его попробовала черенкнуть но ткани были старые прямо такой кусочек побега был старенький я не очень надеялась на его укоренение действительно черенкование происходило в августе 18 года сейчас у нас начало апреля посмотрите за это время всего ничего но когда вот он пробудился весной все-таки решил жить я буду дальше у него здесь сразу началось раз рост вот трех точек роста одновременно вот эти два страшненьких листика не перезимовали на таких длинных черешков а теперь вот начали образовываться новенькие листики и сразу три точки роста вот эти вот листики я пока не убираю вообще боюсь его трогать как бы корни уже хорошие можно будет сделать перевалку ну прям не дышу на него потому что хочу для себя оставить дублик и опять же хочу заметить субстрат здесь такой вот суховатенький прям совсем я бы сказала суховатенький и причем вот в таком состоянии быстрее образуются корни и быстрее пробуждаются черенки чем более влажным так ну и вот та история которую я обещала вот это сорт denis или denis даже не знаю как правильно произнести это череночек упрямиц у которого не было точки роста очень долго вот один листик я его не убираю вот такие хорошие корни перевалили его в 2 соточку и он все никак и никак мы все черенки его уже обогнали уже все давно пристроили в другие руки а этот все никак и теперь я хочу его вывалить сюда и посмотреть откуда же образовались вот две точки роста совершенно не оттуда откуда я ожидала откуда-то из-под земли давайте посмотрим вот сорт не из дешевых но вот я хочу мне прям самой интересно так заодно разглядим откуда образуются корни смотрите корни образуются из колюсной ткани на конце среза то есть там где самый вот срез образовался вот такой рубчик небольшой такой на ростик мозольчатый и вот от него пошли корни очень хорошие корешки здесь этот черенок видимо был макушечный потому что были почки вот одна вторая и вот здесь вот была третье вот здесь вот точка роста вверху видимо вот эта точка роста погибла подсохла вот здесь вот не пробудилась а пробудились наоборот снизу я думаю это по причине что они были заглубленные там все-таки влажность была более-менее хорошая поскольку корневая это хорошая наросла и пробудились вот тоже есть даже вот так бывает но вот это я вам показываю на руке это нисколько я не ну не преувеличиваю не придумываю откуда образуются корни то есть как образуются корни у пеларгонии потому что есть ошибочное мнение что вот здесь вот по стволику или либо вот в узлах вот отсюда образуются корни видите это не так образуются корни именно вместе среза для чего я и объясняла что нам нужно подсушить этот срез для того чтобы все поврежденные клетки и клеточный сок из них подсох и затянулась небольшой такой как бы пленочкой под которой сохранятся все хорошие клетки не поврежденные которые начнут впоследствии активно делиться давать вот этот нам нарост мозольчик и из этого нароста из этой раневой ткани как говорится будут уже образовываться дифференцироваться настоящие корневые ткани образовываться клетки корневого чехлика клетки корневых волосочков и сосудистая система корней то есть вот то что я как раз держу вот в руке вот это настоящая корневая ткань вот теперь есть у меня еще один вариант заготовочка череночки бывает что мы не глядя быстренько пробегаемся и поливаем и вот что у нас случилось это угарик скрозобуд сортик вроде бы здесь листики все красиво все хорошо но я вот явно вижу что здесь вот чернота по стволу и погиб нижний побег вот он то есть нужно быть еще обращаю ваше внимание нужно быть внимательным при поливе пеларгони не любят переувлажнения тогда они погибают тоже вы сейчас выпотрошу покажу вот происходит что уже все оборвалась корневая система то есть корни просто отмирают первонаперво отмирают корни обрастающие потом инфекция проникает через вот эту раневую ткань через колюс проникает сосуды даже пока по сосудистой системе корней вот они легко обрываются они уже мертвые все такие коричневые по сосудам проникает инфекция сюда это вызывает почернение ткани это бактериальная проблема то есть здесь развиваются бактерии которые съедают живую ткань образуется вот такая черно черная область но само растение еще живое то есть сам черенок как бы вот так издалека нельзя сказать что он уже погибает хотя вот видно немножко листики начинают заворачиваться ком земли мокрый а листик заворачивается это значит что нужно посмотреть что такое ну вот посмотрела я и увидела что здесь вот оказывается черная ножка пошла если сортик вам очень дорог ну нет у вас больше такого дублика то тогда можно будет спасти его сейчас вот я делаю секатор ну конечно его нужно протереть это я вам так наскорую руку показываю естественный инструмент нужно протереть и вот здесь вот до области где есть чернота нужно снять череночек даже вот такой маленький и посмотреть внимательно чтобы на срезе нигде не было черноты то есть по сосудам не пошла вот это вот здесь как будто бы я вижу даже еще может быть пол сантиметра вот так уберем но здесь вот уже нету чтобы по сосудам не прошла вот это темные ткани не было повреждений инфекции не прошла дальше здоровые ткани растения вот теперь в таком виде уже можно было бы взять черенок достаточно и вот такую малышечку можно укоренить как укоренять я показывала давайте перейдем дальше к черенкам теперь вот к черенкам к их состоянию посмотрите вот это общий вид я такие самые страшные ящички вытащила такие листья пожухлые как бы казалось тут вообще дело плохо однако не все так как вы как кажется обратите внимание листики свое отработали вот они легко удаляются но проснулись почки роста точки роста сами череночки хорошие зеленые крепенькие вот здесь тоже самое это однопочковые черенки вот с коротенькие совсем с одним междуузлием вот эта точка роста вот эта почечка пазушная она и дала нам новый побег хотя этот листик он тоже отрабатывает свое он выдает для того чтобы здесь развивалась он выдает все питание отдает и отдает нарастает вот это верхушечный черешок тоже листик уже свое отработал он легко отделяется это хороший признак хотя корней вот здесь вот мы не видим потому что корешки будут образовываться чуть позже сначала фотосинтез вот в таком состоянии мои черенки хочу сказать еще по влажности влажность такая очень очень слабая но есть немножко влажнее потому что я какие-то подливала пораньше вот этот сейчас я немножечко подолью приходится в ручном режиме просматривать все корзинки и подливать где совсем уже сухо для того чтобы в целиком все нельзя полить потому что можно что-то перелить что-то не долить поэтому приходится в ручном режиме все поливать вот здесь тоже видите 2 2 листика верхняя почка уже проснулась листики свои отработали но этот еще держится то есть убрать мы его никак не можем и не будем пока потому что вдруг мы нарушим там уже нарастающие молоденькие корешки вот так то есть это совершенно не фантастика получить из 1 пачковых череночков нормальные хорошие растенец а на этом я хочу завершить на красивом цветке завершить свой ролик я очень рада буду вашим вопросом если что-то непонятно пожалуйста спрашивайте будем обсуждать будем еще снимать всего доброго до свидания